Алгоритм действия неотложной помощи при анафилактическом шоке. Первое и основное условие, оказывающий неотложную доврачебную помощь, должен не паниковать и не волноваться. Положите больного на твердую поверхность, лучше всего на пол. Поверните голову на любой бок. Самое главное, чтобы она не оставалась в одном положении с телом, для предотвращения западений языка. Освободите от одежды шею, грудь, живот, чтобы кислород мог поступать через внешние ткани. Если у больного имеются вставные протезы во рту, их нужно удалить. Наберите в бутылку теплую воду или возьмите грелку и приложите к стопам ног. Это значительно улучшит кровообращение организма. Если анафилактический шок произошел тотчас же, как было введено лекарство внутривенно, прекратить водить препарат, наложить жгут немного выше прокола вены любым подручным средством. Шарф, платок, пояс, веревка. Шарф, платок, пояс, веревка.